Сегодня 9 сентября, в единый день голосования, жители области выбирают главу региона и депутата Нижней Палаты Российского Парламента. Кроме того, в Цитрине и Тольятти проходят выборы в местные гордумы. Все 1783 избирательных участка открылись вовремя, с самого утра на них оживленно. За ходом голосования следят наши журналисты, а тех, кто уже сделал свой выбор, смотрите далее. Юлия Михеева в этот день первым делом отправилась на участок. Дочки спокойно ждут, когда мама сделает свой выбор. Старше Лизе 4 года, младше Анне скоро будет 3. Это очень важно для нас, чтобы у нас жизнь стала более качественной, чтобы мои дети жили в хорошем городе, в хорошей стране. Сделал дело, гуляй смело. Такого же принципа придерживается и Раиса Николаевна. Женщина пришла на участок вместе со своими подругами. Если нас пригласили на выборы, значит важно пойти и проголосовать. В школе 132 с 8 утра оживленно. Участки открылись вовремя и без нарушений. На месте работают наблюдатели. Свой выбор приходят сделать как молодежь, так и представители старшего поколения. Люди идут, не прекращаясь. У нас нет даже времени дух перехватить. Люди работают, не поднимая голову. Большинство жителей области приходят на участки семьями. Вместе с близкими сегодня свой выбор сделал и глава региона. Понятно, что хочется побыть на избирательных участках чуть меньше, наверное, степени, чем на природе. Но я уверен, что абсолютное большинство жителей Самарской области, люди ответственные, понимают, что такое гражданский долг, активные люди и придут на избирательные участки, несмотря, еще раз подчеркну, на абсолютно летний сегодня солнечный день. Супруги Березовы сразу после голосования пойдут на прогулку. На участок они пришли вместе с сыном Назаром. Ему всего полтора года. Я думаю, всегда важно. Надо людям выбирать. И тогда будет, я думаю, у нас все будет хорошо. Избирательные участки будут работать до восьми вечера. Параллельно голосованию за губернатора и депутатов идет выбор и по проекту «Твой конструктор двора». Ольга Павловская, Алексей Веремискин. Новости губернии.